Может показаться, что пешка – самая незначительная шахматная фигура. Однако это совсем не так. На самом деле пешки – душа шахмат. В отличие от других шахматных фигур у пешки есть несколько особенностей, про которые необходимо помнить. Пешки двигаются только вперед, на одно поле перед собой. Но изначальной позиции пешка имеет право пойти на два поля перед собой. Конечно, если на ее пути не стоит другая фигура, своя или чужая, так как в отличие от коня, пешка не умеет прыгать через фигуры. Запомним, что пешка имеет право пойти на одно или два поля вперед только на своем первом ходу. Затем пешка двигается только на одно поле вперед. Пешка – единственная фигура в шахматах, которая не ходит назад. А также следует запомнить, что несмотря на то, что пешка двигается только вперед прямо перед собой, бьет фигуры соперника пешка тоже вперед, на одно поле, но по диагонали. Более подробные правила взятия будут освещены в отдельном видео. В этой позиции ход белых. Пешка белых имеет право пойти на одно или два поля вперед, и белые решают продвинуть ее на два поля вперед, а черные двигают свою пешку на одно поле. Белые ходят своей пешкой еще раз, и после этого обе пешки заблокированы и не могут двигаться. В этой позиции при ходе белых одна или две пешки могут сделать ход. Если вы ответили «одна», вы совершенно правы, так как эта белая пешка заблокирована черной пешкой, стоящей перед ней, и не может пойти вперед. Единственным ходом за белых в этой позиции является продвижение этой белой пешки вперед на одно поле. На два поля эта пешка пойти не может, так как впереди находится пешка черных. А сейчас ваша очередь потренироваться в ходах пешками.